Всем привет, это Сафронов, и не успел я сделать обзор на Бургер Кинг этих Пауэрэнджерсов. Думал, приду, посмотрю, может быть, у них есть еще какие-нибудь. Прихожу я, значит, такой в Бургер Кинг. Конечно же, не за бургерами, ни что такого нет. Что ты, что ты? Палюсь, да? Ну ладно, в общем, прихожу я к ним за Пауэрэнджером. Пауэрэнджер у них есть, правда, новых почему-то не было. Но зато у них есть кролики. Ой, купончик. Или что это? А, это чек. Кролики, 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 кролики из Бургер Кинга. Что же за кролики такие? А это вот такие вот кролики. Вот такие вот кролики. Вот такие вот кролики. Сейчас мы с ними попробуем выяснить, что с этими кроликами так, что не так. Я уже вижу какие-то странности. Но, в общем, давайте смотреть. Вообще, кролики это уже культовые персонажи. Я первый раз с ними познакомился с играми на V приставку. У меня была приставка V, такая, где нужно было размахивать пультами. Не VU, а вот именно V, первая которая. Она была очень прикольная. Мы кучу игр играли в ней с друзьями, дома, просто с семьей. Очень клевая была приставка. И там была одна из любимейших игр, как раз связанная с кроликами. Тогда Раймонд попадал в мир этих кроликов. И, в общем, там были кучи всяких соревнований с этими безумными-безумными кроликами. Ну и вообще, эти кролики, есть и мультфильм про них, есть и куча других игр. И с Марио сейчас есть. В общем, кролики, культовые персонажи. И вот, давайте посмотрим, что же в Бургер Кинге за кролики такие. Потому что они все с какими-то функциями, по идее, должны быть. И так, или с какими-то фишечками. И так, вот такие вот кроли. Они просто прикольные, как фигурки. Обычно такие фигурки, например, те же самые фигурки, которые для Марио кроликов, они стоили приличных денег. Какие-то связанные с этими кроликами вообще истории. А здесь по 150 рублей или по 80 рублей, по-моему, если берете с обедом. Одну игрушку, там, с одним обедом. А так, по 150 рублей за фигурку. Все равно это очень дешево. И вот первый кролик. Они, конечно, сделаны не как коллекционные фигурки, а именно как игрушки. С какими-то допущениями, с какими-то косичками наверняка будут. Но все же это те самые кролики для любых геймеров, для любителей Нинтендо, для любителей вообще мультфильмов с этими кроликами. Ну и вообще для всех, кому они нравятся, прикольные персонажи. Здоровая фигурка, большая, отличная. Сделана из пластика. Ну, из такого средненького, но нормального. И, значит, давайте посмотрим. Первый кролик у нас с какой-то лопаткой. С лопаткой... А! Это кролик-работник Бургер Кинга. Наклеиваем наклеечку с одной стороны. Ой, я что-то криво так. Сегодня какой-то день у меня не задался. Не с той руки встал. А здесь как? А здесь вот так половинку наклеиваем. И... И еще половинку наклеиваем. Это кролик-работник Бургер Кинга. Вот такое вот. Начал я не просто с кролика. Потому что у него есть еще и, как видите, картонная корона. Которую могут выдавать в Бургер Кинге. Такие вот картонные короны. Тоже они есть прям, ну, нормальные человеческие. А здесь мини. Это довольно забавно. Это добавляет уникальности этой игрушке. Главное, чтобы у меня получилось запихнуть одно в другое здесь. Потому что пока что-то я не понимаю. Плохо происходит это. Потому что надо прорезать. Что это такое? Почему? Да, не прорезано отверстие. Да. Небольшой косяк. Ну, тут как бы я думаю, что будут косяки большие. И нет. Я просто попросил... И опять же, смотрите, какой ассортимент. Я попросил всех кроликов. И мне аж целых сколько дали? Шесть штук. Шесть разных кроликов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть кроликов. В одном только в Бургер Кинге. В Макдональдсе обычно эти игрушки... Ну, то есть, там пару игрушек есть. А остальные или ищи в другом Макдональдсе. Или же... Или же жди там другой недели. Здесь же огромный ассортимент уже сразу. Так, сейчас наклеим. Секундочку. Кофе сегодня перепил. И поэтому... Колбасит меня вот так немножко. Вот такой кролик Бургер Кинга. Что он может делать? Он может переворачивать типа бургера. Жалко, бургера нету. Или котлеты. Но вот такой вот наклеечки, правда, так себе качество и отваливаются, как вы видите. Но, в принципе, можно приклеить вот такой вот кролик, который в Бургер Кинге. Так себе функция, но кролик сам по себе прикольный. С лопаткой с этой приклеить нормально наклеечку. Следующий кролик... Вот этот пусть будет. Вот этот. Кролик. Может быть, не у всех есть функция. Некоторые, может быть, просто нужно выглядеть прикольно. Так, что здесь? Еще какие-то наклеечки. Все идут с наклеечками, я так понимаю. Так. А-а-а-а! Это кролик загорающий. Который обгорел. Смотрите, у него красное вот здесь и здесь. Он смотрел на солнце и обгорел. То есть, он только, по идее, лежит, загорает. Да? Это солнцезащитные очки. Вот сюда наклеиваем наклейки, опять же. Ой, все с наклейками связано. Все с наклейками связано. То, что я не люблю. А здесь еще они такого себе качества. Вот так. Типа, кролик в солнцезащитных очках. И у него есть другая какая-то функция. Итак, смотрим. А! Прикольно. Слушайте, я так и подумал. Я не думал, что у него там такие глаза. Такие типа... Э-э-э. Э-э-э. Сейчас, подождите. Вот так. Э-э-э-э-э-э-э-э-э. Э-э-э-э. Только здесь в этом все лицо. Жалко, не туловище все обгорело. Какую-нибудь маечку бы ему, если сделали, было бы прикольно. Но этот кролик тоже забавный. Следующий кролик. Цыпленок. Они любят переодеваться, дурачиться. Ну и, соответственно, я не знаю, может быть, это прикол, связанный с KFC. Какая-то отсылка кролик, который прикалывается над KFC. Ну, в общем, кролик, который в костюме цыпленка. С безумными глазами, с огромным ртом, с ушами. В общем, в костюме цыпленка также. Ну, видите, у них здесь вот такой вот дешманский сделан на эти руки. Вот. Ну, в общем, ладно. При этом забавно сделала жопка их. Смешной все равно. Пузо. В общем, прикольный кролик. Вот здесь, правда, у него косяк. Какой-то пластик тут или что-то прилипло. Ну, ладно. Опять же, это игрушка. Это не коллекционка. Одна рука почему-то. А что одна только двигается? Странно. Здесь плохо работает функция. Он должен, я так понимаю, опускать и поднимать руку. И такой типа пак-пак-пак-пак-пак делать, знаете, двумя руками. Ну, почему-то только одним. Второе просто поднимается и все. То ли какой-то косяк. Как-то сделали неправильно. То ли какая-то задумка. Опускаем, поднимаем, опускаем, поднимаем. Ну, вот такой кролик-цыпленок есть тоже. Так, следующий кролик, по-моему, у меня косячный. Сейчас проверим. Или нет? А, нет, не косячный. Так, задумано. Следующий кролик с задумкой такой. Сейчас покажу, с какой. Также наклейка в виде глаза. Кролик, который... Это детектив, видимо. Наклеиваем сюда наклейку. Так. Наклеили. Ну, типа того. Вот такой кролик. Я думал, у него нет одного глаза. А он закрыт. Ну, знаете, прищурен, чтобы посмотреть сюда. И здесь довольно все просто. Просто опускаем. Он такой... О! Ничего себе я увидел! О! Ничего себе! О! Ничего себе! В общем, вот такой вот кролик, который удивляется всему. Ну, да. И что-то он нашел. Что-то его удивило. Видите? У-у-у! Повыше бы сделали, потому что так вот глаз вот так виден немножко сбоку. Но все равно забавный. Следующий. Еще осталось два короля. Ну, и давайте посмотрим вот на этого кролика. Что же? Функции у них, конечно, ну, такие себе. Но, с другой стороны, они все одинаковые, похожие и не отличаются. Знаете, иногда бывает у макдональдских игрушек у одной фигурки отлично. У другой, то есть у одной что-то там крутится, вертится, там выпрыгивает, выстреливает. А у другой игрушки практически ничего не происходит. Не знаю, одна рука поднимается. Здесь у всех примитивные, простые функции. Но при этом это смешно. Смотрите, какая уже толпа королей получается. Вот всего. Они просто здоровы из-за того, что они любую полку украсят. И просто с ним поиграть прикольно с этими кроликами. А еще вспомнив их... Вот это стоит плохо, приятель. Найти ему. Пусть он опирается о своего какого-то... Найти ему вот эту точку опоры. Ой, это я не о том. В общем, я говорю, что придумать с ними игровой процесс можно безумный любой. Они все классные, как игрушки еще. И вот видите, четыре короля. И какая прикольная сценка получается, да? А есть еще кролик, который говорит по телефону. Видимо, кролик что-то переел чего-то. Перца халапеньо переложили ему много в бургер. Потому что он, по-моему, говорит по тапку. По телефону он говорит по тапку. И такой типа... А? А? Что? Не очень понимаю эту функцию. Или он дерется этим тапком. Но мне больше напоминает, что он говорит по телефону. Как будто он, видите, такой, как будто слушает, что в тапке. И такой типа... Подождите. Я не понял. Это что, тапок? Потом он подносит к уху. Нет, думает, это телефон. Да, это, походу, вот так сделано. Что он смотрит на этот тапок и такой... Это тапок? А почему я по нему говорю? Это тапок. Но я слышу, как мне отвечают. Вот такой... Ну, что-то вроде... Что-то вроде этого. Такой кролик тоже имеется. И последний кролик на сегодня. В коллекции там есть еще. Их, по-моему, больше. Жалко, нету тут у меня описания. Никакого вкладыша. Но, в общем, да. И последний кролик. Серфингист. Точнее, вот. Смотрите, какой. Один из самых крутых кроликов. У которого на голове вместо прически осьминог. Видите? Это глаза, щупальцы. И у него на голове вместо прически осьминог. И при этом у него есть доска для серфа еще. Которая может встать. Так. Или так. Как? Где большая? Где маленькая? Вот так вот. Он может стоять на доске для серфа. И у него... Видите? Руки так шатаются. Это не функция. Это просто такой прикольчик. То есть, бывают игрушки, знаете, башкотрясы. А это ручкотряс. То есть, он вот так, типа, как будто балансирует. Оп. Поставили. И он как будто пытается устоять. Это очень клевый. Кроль. Один из моих самых любимых. Получается здесь. Потому что здесь нет никаких наклеек. Здесь нет никаких картонок. Здесь нет никаких торчащих штук. Это просто отличный кролик. Они все отличные. В целом, несмотря на то, что вот этот король у нас Бургер Кинга не стоит. Хотя вот сейчас вот встал. В целом, это отличный кролик. Пишите, какой вам больше всего понравился. Мне интересно узнать. Хотя, я думаю, что у каждого будет свой любимчик. В общем, ищите в Бургер Кинге. Вот я просто не рекламу, ничего. Если вам нравятся эти кролики. Если вы о них ничего не знаете, то смысла, мне кажется, никакого в этом нет. Какие-то странные, уродские, не пучеглазые чуваки. Мне кажется, имеет смысл только, если вы смотрели мультфильм. Или играли в игры. Или вообще, знаете, этих персонажей. Хотите их все на полку. Или просто с ними поиграть. То они, конечно, прикольные. Отличные игрушки в Бургер Кинге. Где-то я был. По-моему, в Макдаке были тоже кролики. Когда-то. Но, в общем, сейчас есть Бургер Кинге. Я говорю, они меня удивляют. Что рейнджеры были классные. Что кролики отличные тоже. Учитывая, как бы, ну, стоимость 150 рублей. Если с их местным Хэппи Миллом. Я не знаю, как он там у них называется. Бургер Милл. Кинг Бургер Милл. Не важно. Не Хэппи какой-нибудь. Не важно. В общем, вы поняли меня. Моя мысль о том, что там еще дешевле получается. На этом, пожалуй, все. Вот такие игрушки из Бургер Кинга. Прикольные. Мне понравились. Если вам тоже, ставьте лайки. Еще будут обзоры на всякие игрушки из Макдональдса и так далее. Может быть, Лего взять все-таки эти игрушки. Или какие-то еще из других магазинов. Ой, я видел супердикие игрушки из Ташир Пиццы. Но как-нибудь потом. Там просто супергерои. Там надо брать только с пиццей. Там они отдельно не продаются. Но они просто дичайшие. Всякие аквамены. О, боже. Там пицца-мены. Это трэш какой-то. Если хотите, ставьте лайки. Пишите в комменты. Я тогда буду знать, что вам это интересно. На этом все. Пока. Вот такие кролики из Бургер Кинга. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.